Здравствуйте, Шуватов, Агутабов, хорошей недели. Мы находимся в 23 главе книги Мишли. И очень трудно сказать, в каком пасуке, потому что мальбом мы разобрали до 8-го пасука, а хагромы остановились в районе 6-го пасука. Поэтому я его повторяю, не вкушай хлеба недоброжелателя, не выжелай его явств. В общем, перевод более-менее такой же. Не кушай хлеба от человека с дурным глазом. И не надо получать тайву, удовольствие от его матамим, от слова таам, вкусностей. На русском он перевел как явств. Хагро объясняет, что это добро, то есть хлеб у человека с дурным глазом, добро, которое перевернется в зло. И он говорит, что не надо учиться. То есть я повторяю уже, мы в это обсуждали, что Гавон Мивильна все эти псуким объясняет как мошаль, как пример для того, чтобы объяснять процесс изучения Тора. И он говорит о том, что нельзя учиться у человека, у которого есть айн-гара, дурной глаз. То есть Пшада Пашут, пасука говорит, что когда ты ешь то, что принадлежит человеку с дурным глазом, то это тебе аукнется где-то в другом месте. Сейчас мы говорим про изучение Тора. И человек, который учится у преподавателя, у которого есть дурной глаз, то здесь есть проблема. Этот человек не хочет тебе преподавать. Но зачем он преподает, если он не хочет? Из-за того, что ему нужно восполнить какие-то пенот, какие-то углы, какие-то вещи, которые связаны с изучением Торы. Например, ради зарплаты или ради какой-то другой вещи. Про этого человека сказано, что поскольку у него айн-гора, то не надо у него учить Торы, это изучение Торы будет не очень идеальной. Что такое айн-гора? Я собирался в тот раз, мы начали эту тему, но не обсудили. Известно, что есть такое понятие, как айн-гора, сглазить. В русском языке часто говорят тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, и бьют по дереву. Или что-то подобное. Потому что каким образом удар по дереву убирает дурной глаз, я понятно, что не знаю точно. Но такое поверье в русском народе существует. У евреев существует тоже понятие, когда говорят о какой-то вещи, говорят бле айн-гора, для чтобы не было дурного глаза. И есть гемора, который говорит, что однажды кто-то из Амараем находился на бейт-коворот вместе с Равом, или Шмуэлем, я не помню, кто из них. И тот сказал, что на этом бейт-коворот, на этом кладбище, из всех похороненных людей 90% умерли от айн-горы. Умерли от дурного глаза. То есть 10% умерли по причине каких-то заболеваний или просто пришло время умирать. А 90% умерли, потому что на них воздействовал айн-гора. То есть они умерли до времени. Понятно, что все люди смертны. После Адама Решона так вот сложилось в мире, что большая часть народа умирает. Но есть люди, которые умирают вовремя или умирают каких-то вещей, тиви, природных. А есть люди, которые умирают из-за того, что на них попало понятие, которое называется айн-гора. У человека в голове есть энное количество отверстий. Если мы их посчитаем, то это 7 отверстий, которые есть. Два глаза, два уха, две ноздри и один рот. И эти 7 отверстий, они связаны с определенными видами гашпаы, влияния. В основном каждый из них работает в одном направлении, но это не совсем так. Например, уши. Основное назначение ушей – это услышать то, что мне говорят, воспринять это, проанализировать. Это отверстие, которое создано человеку для того, чтобы он учил Тору Шебальпе, устную Тору. Глаза. Основное предназначение глаз – это увидеть и, соответственно, выучить, получить, принять Тору Шебехта в письменную Тору. Ноздри их основное назначение – это дыхание, для того, чтобы вдыхать и выдыхать, для того, чтобы нечто более осязаемое, чем просто посмотреть или услышать. Более осязаемое работает как уход и выход. Выдохнуть из кислорода, выдохнуть, каждый норовит углекислый газ. Рот служит для того, чтобы, с одной стороны, впустить в себя еду, с другой стороны, выпустить из себя слова Торы и, например, Лошенгору. Дурные слова. И так далее. Таким образом, у каждого из этих отверстий есть предназначение, которое человек может использовать ЛТОВ в ЛРА. Начнем с РТА, поскольку это наиболее понятная вещь, как использовать. ТОВ, которое, добро, которое человек делает РТОМ, это ЛАСОК БАДИВРАЙТОРА. Для того, чтобы изучать, говорить, произносить слова Торы и выносить их наружу. Второе предназначение РТА положительное – это еда. Когда человек съедает кошерную пищу, предназначенную для того, чтобы дать ему силу, энергию, для того, чтобы служить Всевышнему, Тора и Митцвот, изучение Торы и выполнение Митцвот – это два положительных аспекта, которыми занимается РТОВ. Отрицательный аспект РТА – ЗЕЛОМАДЗЕ, одно напротив другого. Это человек, который ест, например, антикошерную пищу, то есть некошерную пищу. И человек, который ест даже кошерную пищу для того, чтобы лималот восполнить свою тайву, свое обжорство, свое отношение к тому, чтобы люблю повеселиться, особенно пожрать. Человек, который занимается тем, что ест не для того, чтобы его тело получило силы для службы Всевышнего, а ест для того, чтобы восполнить свою тайву этого мира. И мне надоело переводить слово «тайву», поскольку, начиная с первого урока по Мишле, мы его переводили, наверное, уже сотни раз, то можно использовать просто лошон-акодыш на двух-трех словах. И вот человек, который ест для того, чтобы восполнить свою тайву, тайву этого мира, который называется «женщина-блудница», одна из двух, которые обсуждались все время здесь у нас в Мишле, то это негативное использование рта, нос. У человека использование носа есть для того, чтобы ле-арьех, для того, чтобы вдыхать, дышать и восполнять то, что необходимо, для того, чтобы душа человека существовала в теле, то есть соединение с кислородом. Это нужно не только для души, но и для тела. В основном это необходимость именно для нефиш. Нефиш соединяется с телом человека через кровь, как сказано в Торе, дам-гуа-нефиш. Не проливайте человеческой кровью, потому что кровь – это душа человека. И душа соединяется с телом именно через кровь. Для этого нужно дополнение в виде кислорода, для того, чтобы человек мог вдыхать кислород и, соответственно, удалять углекислый газ, и тело могло существовать вместе с душой, соединенно с ней. Обратное явление, которое может делать нос, это вдыхать отрицательные запахи. Причем вдыхать отрицательные запахи – это не самое страшное, что можно сделать. Положительные запахи, которые мы дышим – это тоже часть гану, которая дается для души внутри тела, например, для того, чтобы выполнить митсу авдолы, сказать броху барамины бессамим и так далее. Это вещи, которые позитивно связаны. Отрицательные – это тоже, когда человек вместо того, чтобы вдыхать воздух, вдыхает что-то отрицательное на уровне жизни человека. Он вдыхает какие-то ядовитые вещества или вещества, где отсутствует кислород, и умирает или вдыхает линьянодоема, связанная с сегодняшним днем коронавирус, и, соответственно, заражается, и потом чихает и заражает другим. Других – это отрицательные соединения, которые происходят в том, что вместо того, чтобы внутрь человека, внутрь его души вошло что-то, что дает жизни соединение души и тела, вместо этого входит что-то, что разъединяет души и тело у себя или у кого-то другого. Это функции носа, на которые сегодня Лфимин Гак, в соответствии с обычаями сегодняшнего дня, принято натягивать маску. Это так, в виде шутки. Теперь уши и глаза имеют в основном действие, связанное с тем, чтобы принимать. Я смотрю глазами, вижу какую-то вещь. Например, я вижу какую-то вещь, связанную со Всевышним, вижу Плаим чудеса, которые делает Акодыш Баруга в этом мире, или я вижу слова Торы, читаю Торы Шибихтав, или Торы Шибиальпе, которые сегодня тоже пишут, и начинаю ее учить, или вижу человека, которому нужно оказать какую-то митцву, я не знаю, уступить место в автобусе, или больной, которому нужно выполнить митцву, бекур халим, посещение больных и так далее. Это функции, которые связаны с глазами, позитивные функции. Негативные функции, связанные с глазами, это то, о чем каждый человек, соблюдающий Торы и заповедь, занимается минимум два раза в день, когда считает Шма и Сроэль, слушая Израиль, Всевышний наш Бог и так далее, и считает Лототуру Ахарелева Веха Вахарей Нейхам, Ашаратэм Занима Харейгем. Не следуйте вслед ваших глаз, сердец и вслед ваших глаз, которыми вы соблазняете, следуя за ними. Понятие глаз – это то, что дает человеку возможность воспринять, соединиться с душей, и воспринять и соединиться с тумой. Я уже рассказывал это о году, но все-таки, поскольку это иньян, которым мы сейчас занимаемся, есть известная года о том, как Александр Македонский попал в государство, которое занимается Африка, и стал осаждать город, который называется город Шокулон-Ашим, город, где жили только женщины. И вот во время осады этого города, он был таким неплохим, известным полководцем, и во время осады этого города женщины шлют ему письмо, в котором говорят о том, что царь подумает, что ты делаешь, если ты победишь, осада будет удачной, то тебя будут называть в дальнейшем царь, который победил женщин. Если ты проиграешь, то тебя будут называть царь, которого победили женщины. Оно тебе надо. Александр Македонский хочет снять осаду города, и пишет им письмо, чтобы они прислали еду для армии. Они присылают ему золотые столы, на которых лежат сделанные из золота фрукты, овощи, хлеба и так далее. Все сделано из чистого золота, и Македонский им пишет, что разве золото можно есть? Они ему отвечают, разве ты приехал сюда из Греции, из Македонии, потому что у тебя там не хватало еды? Македонский уходит от этого города, доходит до реки, и соленую рыбу, которая у них была засолена в виде воблы, совершенно несъедобного состояния соления, для того, чтобы оно не портилось во время похода, надо было вымочить в воде, для того, чтобы она стала рауэлла-ахила, годилась к еде, они бросают эту рыбу в реку, через некоторое время рыба начинает плавать, оживать, и живет, и плавает, и уплывает. Македонский говорит, «Шмамина», значит, мы видим, что эта река вытекает из Ганедана, он идет к истокам этой реки, доходит до ворот, пытается открыть это ворота, взломать их у него не получается. На воротах появляется надпись, «Зэ шар ла шэм цадзиким и вообо», это ворота, ко Всевышнему туда войдут праведники. Македонский говорит, «А валяна ма алкана», «Я царь, мне положено что-то, выдайте мне». И ему из ворот, над воротами вылетает, и падает к нему череп. Он берет этот череп, поскольку оно выпало из такого места необычного, то он понимает, что что-то здесь серьезное. Берет, кладет его на одну чашу весов, а на другую чашу весов кладет все золото, серебро, все, что ему удалось завоевать или награбить, как хотите, так и назовите, в течение своей пока еще короткой жизни. Он умер очень молодым, но награбить успел много, извините, завоевать. Успел много. И вот он кладет все, что у него есть, на одну чашу весов, и этот череп на другую чашу весов, и череп перевешивает вторую чашу. Тогда он пытается выяснить, «Гай-май, что это значит?», задает вопрос разным своим консультантам и так далее. В результате он зовет хохмы Исраэль, мудрецов Израиля, и спрашивает «Гай-май, что это значит?», «Почему череп такой тяжелый, а все, что у меня есть, такое легкое?». Те говорят, «Возьми и насыпь в глазницы черепа песка». Македонский делает то, что ему говорят, в глазницы черепа добавляется песок, и тогда все, что есть у Македонского, перевешивает то, что этот маленький череп. На этом агода заканчивается. И наши мудрецы, комментарии объясняют, что все время, пока у человека есть глаза, и он видит что-то, что есть в этом мире, ему никогда не бывает достаточно. Сколько бы у него не было, 100, 200, миллион, миллиард, 100 миллиардов, человек не может удовлетвориться тем, что у него есть, пока он видит что-то вовне. И это то, что называется понятие, которое называется «Айн-Гара». Это то, о чем говорят наши мудрецы, не наши мудрецы, а лично Всевышний в Торе. «Лотатура ахарелевэвэхам, не следуйте вслед от ваших сердец, и вслед от ваших глаз, которые созданы для того, чтобы вы этим соблазнялись, за ним ахарегэм». Мы с вами уже говорили, что есть всего две заны, два вида ецера, которые уподоблены в книге Мишли и женщинам-блудницам. Это хэмда и таава. Это удовольствие и стремление, которое человек стремится к получению чего-то, до тех пор, пока он видит, или даже если он не видит сейчас, но вспоминает о том, что он видел раньше, у него возникает это состояние таавы и хэмды. И это дурное состояние глаза, это то, что называется «Айн-Гара». Глаз, который является плохим глазом. Глаз, который смотрит на то, что к нему не относится, и аль-едей посредством атрибута зависти, который есть у каждого человека, это очень плохое качество. Человек из-за этой зависти начинает лохмот, у него рождается хэмда, стремление к получению какой-то вещи. Единственная цель этого желания возникает из-за того, что у него есть, а у меня нет. Как же такое может быть, что у него есть, а у меня нет? Причем его меньше волнует не то, что у меня нет, а больше волнует то, что у него есть. Поэтому надо эту несправедливость устранить и сделать так, чтобы либо у меня было, либо у него не было. И это работает, вот это начинается объяснение того, что называется Айн-Гара. Мы привыкли к восприятию, что человек смотрит, и у него это рождает какое-то желание, это безусловно так. Но желание, которое рождается внутри него, оно работает не как Ха-Ц-3, а как Ду-С-3, не как улица с односторонним движением, а как улица с двухсторонним движением. В тот момент, когда у человека рождается вот эта вот зависть, и хэмда, это желание, это таава, то глаза этого человека не только воспринимают информацию, воспринятие информации это некий свет, который он получает и перерабатывает внутри себя, у него рождается то, что называется Ор-Хазер, обратный свет. Обратный свет, это свет, который рождается в душе, в святости, от того, что человек воспринимает влияние Творца, воспринимает свет, который создан Всевышним, делает какую-то митсу, которая соединяет его со светом намного больше и намного сильнее, чем то соединение, которое было раньше. И в обход всех, пробивая все небосводы, все раки, все, что есть в этом мире, митсу доходит до самого Всевышнего, и оттуда эта митсу, соединяясь с Гошемом, дает свет, который называется Ор-Хазер, возвращающийся, возвратный, обратный свет. Я не знаю, как это перевести по-русски, Ор-Хазер, свет, который притягивается благодаря той митсу и той торе, которая делает человек в этом мире. В тот момент, когда человек, это свет Всевышнего, от человека тоже исходит некий свет, естественно, этот свет, который исходит от человека, это частицы, искры, свет Творца, который есть. И в тот момент, когда человек обладает аин-хатов, хорошим глазом, то то, что он видит и радуется по поводу того, что это есть у другого, или радуется успеху другого человека, то это дает некое влияние, его радость, его семха, его счастье, дает некое позитивное влияние, некий добавочный свет. И в таком случае человек, его глаза, в первую очередь, становятся келим, инструменты, через которые Всевышний посылает определенный луч света, который доходит до того, на кого смотрит этот человек, если у него появляются от этого позитивные ощущения, ощущения, связанные с митсуот, и так далее. И это называется Айн Тава. Таким образом, если перевести на простой язык, к которому мы более привыкли, то Айн Тава это броха, благословление, которое дает человек другому человеку, он дает ее далеко не только устами, и не столько устами, сколько своим взглядом. Понятно, что уста, после того, как броха сказано, она более серьезно ложится на этот мир, она более обеществлена, чем просто взгляд, но тем не менее. Обычный взгляд позитивный, когда человек что-то хочет этим взглядом, то он передает. В тот момент же, когда этот свет, тот же самый обратный свет Всевышнего, преломляется внутри человека, в основном его сердце, и выходит обратно от сердца, то есть глаз воспринимает, передает сердцу, сердце воспринимает, в зависимости от того, как оно воспринимает, например, с завистью и с желанием, что-либо чтобы у меня было, либо чтобы у того не было. Это, как я слышал какой-то анекдот по поводу молитвы тетеньки, которая молится, садится на диету и молится Всевышнему. Всевышний, если ты не делаешь так, чтобы я похуделась, делай, по крайней мере, так, чтобы моя подруга поправилась. В этой ситуации, когда вот это вот кино преобразуется таким образом, что молитва, даже не высказанная, а только высказанная взглядом, молитва через кино передает вот это вот влияние, которое есть у каждого человека, то тот свет Всевышнего, который входит и может быть обращен в броху, обращается в клалу. И таким образом, клала, которая выходит из глаз человека, это айнгара, о которой идет речь. Поэтому, говорит нам Шлома Амеллах, что мы должны опасаться айнгары, и человек не должен есть от хлеба человеку, у которого дурной глаз, он не должен получать тааву, наслаждение от его матамав, от его вкусности, явств. Потому что все эти вещи привлекут к тому, что взгляд, который будет при этом брошен человеком, хозяином того, что ты ешь, а хозяин его браха и клала имеют особенную силу, то оно перейдет в виде айнгара, и ничего хорошего из этого не получится. Вот, в общем-то, наверное, все, что я хотел сказать по поводу Перуша Агро к этому пасуку. Еще у нас остались седьмой и восьмой пасуг, который мы тоже читали Мальбима, поэтому мы в сокращенной форме должны добить, то есть, досчитать Гаона Мивильна. Вначале сам пасуг. Говорит Шлома Амеллах, ибо, как он думает в душе своей, такой он и есть. Ешь и пей, скажет он себе, а сердце его не с тобою. В принципе, я на самом деле уже все, что надо было на эту тему сказал, я только пока говорил, понял, что мы немножко отошли от того немшаля, от того, что Гаон хочет выучить из этого пасука, а именно, что речь идет не о хлебе, который состоит из пшеницы или ящменя, а речь идет о хлебе духовной, хлебе, который пытается душа человека, а именно Торе. Человек, который передает Тору другому человеку, если он ее передает с радостью, то одновременно с Тору он передает броху, если же он передает и завидует, такая вещь, возможно, и передает только потому, что ему нужна зарплата, или только потому, что ему нужно, чтобы его звали равом, или все те причины, которые мы много раз обсуждали, то здесь я имею в виду только, я сейчас не говорю о том, что у человека есть какая-то примесь, это немножко другая, если есть смесь каванод, это плохо, безусловно плохо, и тем не менее, здесь есть позитивная часть, которая отталкивает негативное, это то, о чем мы говорили, пусть всегда человек учит и преподает Тору ло-лишма, потому что в конце концов он начнет это делать лишма, об этом мы сейчас не говорим, но, когда у человека нету никаких мыслей, а только я это делаю для того-то и того-то, а при этом есть жалость, переживание, что вот я должен кого-то обучать, я просто вынужден это делать, потому что иначе меня не будут называть Раву, передо мной не будут вставать, не дадут еще каких-то почестей и так далее, то в этой ситуации этот человек, который называется Ра-Айн, у него есть Айн-Гара, и, соответственно, об этом говорит Гаон, что об этом говорит Шлам Амэлла. И вот, потому что как ворота его души, как он перевел это дословно, как он думает в душе своей, но здесь сказано ворота в его душе, слово Шаар, ворота, происходит от слова Саар, волосы, и Шаур, размер. Это все одни и те же слова, волосы, это некие каналы связи со Всевышним, мы сейчас не будем это обсуждать, я уже однажды говорил, а слово Шаар, ворота, происходит оттуда же, это ворота, соединяющие, выход, вход, и Шаур, это строгий размер того света Всевышнего, который дается, так вот, у него в душе есть определенные размеры этого человека, которым он дает через этот размер, через эти ворота, он дает часть Торы, которая у него есть, ученику, но он говорит, ешь и пей, но сердце его не с тобою, когда он говорит, учись у меня и преподает, то его сердце не относится, сердце не обращено к тебе, но он хочет восполнить свои, те причины, те пенот, те уголки его души, которые ему нужно восполнить, из-за которых он преподает Тора. Здесь есть известное высказывание наших Хазаль, что дворим, «Гаюцим и налев нехносимый лев». Вещи, которые выходят из сердца, они входят в сердце. То есть для того, чтобы Тора была принята, это одно из условий необходимое, но далеко недостаточное. Нужно, чтобы преподаватель Торы его сердце хотело передать тебе, Тора, научить тебя. В случае, если у него есть искреннее желание, чтобы его ученик принял эту Тору, тогда эта Тора может быть воспринята. Но если его сердце не с тобой, оно воспринято быть не может. Я расскажу такую. Майсу, выдуманную, понятно, Майсу, историю, которая немножко иллюстрирует, о чем идет речь. Маленький городок, местечко, еврейское. Раф, который работает в синагоге. Раф в синагоге. Семья многодетная, живут достаточно бедно, поскольку денег не хватает. И вот в какой-то момент времени этот Раф решается, что выхода нет, плохо с деньгами, надо попытаться попросить, чтобы мне подняли зарплату. И обращается к руководству общины, что так и так, вы уж извините, мне очень неудобно говорить, но вот не хватает денег, не можете ли вы немного поднять зарплату? Те говорят, мы должны посовещаться. Совещаются и отвечают Рафу, что так и так, вот мы не будем поднимать зарплату. Решили, что хватит, не можем мы поднять зарплату. Раф очень обрадовался. Его спросили, подожди, а из-за чего ты такой сияющий, такой радостный? Вроде как, ты просил денег, тебе не дали. Почему ты радуешься? Он ответил, что он дает много уроков, связан, например, с мусаром, законами морали, законами, связанные с тем, как надо бояться Всевышнего. И ему все время мешало, что очень плохо воспринимают его уроки, и люди не наполняются боязнью Всевышнего и трепетом перед Акодышбургу. И ему казалось, что это происходит из-за того, что он неправильно преподает, поскольку известно, что дворим Юцимин Галев, те вещи, которые выходят из сердца, они достигают сердца того, к кому обращаются. И поэтому он считал, что недостаток в нем, в том, что у него слова, которые он говорит, недостаточно выходят из его сердца. Но сказал этот Раф, что то, за что я могу стопроцентно ручаться, что когда я просил поднять зарплату, я просил от чистого сердца. Тут у меня нет никаких сомнений. И тем не менее, вы ее не подняли. Значит, проблема не в том, что у меня вещи выходят, слова, которые, говорю, выходят из меня плохо, я неправильно их выпускаю. Они выходят от чистого сердца. И проблема не во мне, а в вас. Хотя бы это меня успокоило. Так вот, говорит здесь Шлома Амеллах, что подобно того, как человек измеряет и дает от своей души, и кажется, что он дает Тору, который он дает, но если сердце его не с тобой, то это не будет слова, вышедшие из сердца, они не достигнут сердца, получателя. И, соответственно, это тот самый Айн-Гара, мы уже говорили с вами о том, что Айн, только что я говорил, что глаз человека, он передает обратно, он принимает информацию, передает сердцу, и потом передает то, что приняло сердце. И это влияние, которое он оказывает обратно, это влияние может быть позитивным и негативным. Это и есть тот самый Айн-Гара, который мы говорили, о том, что если сердце его не с тобой, то, соответственно, зависть, которая рождается, и другие чувства, которые рождаются, передадут это в неправильной конфигурации, и это повредит твоему изучению Тора. Продолжает Шлома Амелах и говорит нам, кусок твой, который ты съел, ты его вырвешь, и напрасно ты потратишь свои любезные слова. Гаун говорит очень короткий комментарий, что то, что ты выучил от этого человека, у которого есть кино и Айнгара, и дурной глаз, и зависть, и так далее, преподает он из-за каких-то внешних причин, не связанных с Торой, то то, что ты от него выучишь, даже то, что вначале уже знал, и узнал бы и без него тоже, тем не менее, ты его должен будешь лааке, ты его должен будешь срыгнуть, вырвать. И то, что ты учишь от него, ты забудешь, как вещи, которые, приятные вещи, которые ты получил. Вот, на этом мы заканчиваем эти восемь суким, которые заняли нас три или четыре урока, поскольку мы вначале прощли Мальбима, а потом Мнимшаль, который дает Гаун, но картинка более или менее завершена, и теперь мы можем перейти к следующей части. Итак, мы находимся в 9-м пасуке 23-й главы, который говорит «В уши глупого не говори, потому что он презрит разумность твоих слов». «В уши глупца, не надо разговаривать, потому что он пренебрежет, сделает, беза, это не просто как-то вот более, не пренебрежь это что-то такое, вот не обратить внимания, а здесь это сделать, ну, сделать, ну, совсем таким вот, то, на что плюют, на то, что не просто не обращают внимания, а не обращают внимания в плохой форме. Из-за своего разума он пренебрежет твоими словами». Говорит Мальбин, прежде всего, в переводе слов он говорит, здесь речь идет про Ксиля, «В уши Ксиля не говори». Кто такой Ксиль? Это человек, который сдвинулся от законов мудрости из-за своих таевод, из-за своей таевы, как я говорил уже в нескольких местах, или во всех местах, где случается слово, он написал «кэме», это «кэме», «кавмэм», это может быть «кольмаком», может «камамакомод». Но, судя по всему, он имеет в виду, во всех местах, где случается слово «ксиль», Мальбин объясняет нам, что кто такой «ксиль», на русском это слово «глупец», но это «глупец», ставший глупцом. Не потому, что он таким родился, а потому, что глупость у него получилась, из-за того, что его таавод, его удовольствие этого мира, они заставляют его забыть, уйти от законов мудрости. Так вот, такому человеку в уши не надо говорить, поскольку эффект будет равен даже не нулю, а меньше нуля, пренебрегать – это ноль, а то, что здесь имеется в виду беза, это такое пренебрежение, которое совсем противное становится. Он обратит эти слова в что-то такое совершенно непристойное. Презрение. Спасибо. Говорит Мальбим, что в уши глупца не надо говорить, потому что он будет презирать разумом твои слова. Уже объяснено, что есть разница между «ксиль» и «авиль». Мальбим в перуше «иньяна» возвращается к тому, что он очень коротко сказал в переводе, и говорит, что я много раз объяснял, в чем состоит разница между человеком, который «ксиль», и человеком, который «авиль». По-русски и то, и другое звучит дурак, глупец. Может, обычно переводчики в одном месте выбирают слово «дурак», в другом слово «глупец». Ихвейс не знает, какая разница в этом. Но он объясняет. Авиль – это тот человек, который мистопек, сомневается в законах мудрости. Мудростью называют всегда «тора» у Мальбима. Но «ксиль» – это человек, который иногда знает законы «торы», законы мудрости, но он сдвигается от них, двигается от них, уходит от них из-за своей тавы, из-за своего стремления к удовольствию. Поэтому «авиль» – человек глупый, незнающий, безграмотный, я даже не буду пытаться подобрать правильно слова. Если есть возможность объяснить ему законы мудрости, сделать так, чтобы он понял, о чем идет речь, то он бы, если бы ему это объяснили, он бы вернулся от своего «авилута», от своей безграмотности, от своей глупости, и начал бы их соблюдать. Но не так с «ксилем». Он убегает от мудрости, даже если он знает ее ценность и понимает, о чем идет речь. Почему это происходит? Потому что она, эта мудрость, она делает ему преграду перед его Таевой. Потому что он вдруг оказывается и понимает это, что он стоит перед встречей, у него встретились два вещи, которые идут один на другого. либо он должен идти за Таевой, либо он должен идти за ксилутом своим, за мудростью Тора. То есть Таева и Тора, у него становятся антагонизмы, и он не знает, как поступить. И ксиль – это человек, который выбирает Таеву, потому что она интереснее, приятнее, занимательнее. И вот закон мудрости невозможно объяснить какими-то вещами, связанной с твуной, с разумом и пониманием. Но посредством разума можно сделать так, чтобы они стали как-то проявлены у человека. Что сейхль, то есть разум, он такая сила, которая проходит даже, через нее можно даже постичь какое-то количество хохма Всевышнего. И человек, который москиль, грамотный человек, человек, который пытается, разумный человек, гомо-сапиенс, он может сказать что-то, объяснить что-то в уши человека, который авил безграмотного человека, глупца. Что если он может сделать его москилем, сделать, в хорошем смысле этого слова, сделать его разумным, то человек уйдет от своей глупости. Но не так с ксилем. Как я уже тебе говорил, что лыиш ксилю баль едаат, сефтейдаат. Человек, который ксиль, он не хочет познать слова даата, как я объяснял, в месте, где объяснялся этот посук. Поэтому он говорит, баазны ксиль али дабэ. В уши ксиля не надо с ним разговаривать. Потому что сейхель, милихевус, даже сейхель, даже разум его, он будет советовать только посрамить, пренебрегать. поскольку он не хочет мудрости и разума. Она ему мешает, что не так с ксавилием. С ним можно и нужно разговаривать, тому, кто умеет подобрать нужные слова. Это очень нелегко. Этот человек глупый, он не понимает, но с ним можно каким-то образом разговаривать. Человека, который ксиль, который подавил свой разум Таевой, который где-то, может быть, та-то кора, подсознательно, может, сознательно, понимает, что либо-либо, либо его путь, либо путь Торы, и, соответственно, ему надо полностью изменить себя. И он отказывается это делать, потому что ему мешает этому Таеву. С таким человеком доводы разума здесь не могут воздействовать. Это не означает, что никак невозможно ему родить что-то такое, какую-то искорку, которая есть у него в душе, поскольку у любой евреи есть кусочек нишомы, который хеликами локами маль мамыш, который прямо идет от Всевышнего. Поэтому что-то там может родиться и так далее, но это будут не доводы разума. Каким образом с ним надо разговаривать, Шлома Меллах нам не рассказывает. И одного рецепта быть не может. Если бы был один единый рецепт, то все было бы очень просто. И все евреи давно бы сделали тшу. Такого рецепта нет. Потому что человек должен... Какой-то сход, какие-то заслуги должны быть для того, чтобы он перевернул себя. Но Шлома Меллах говорит, что не надо, используя доводы разума, говорить с человеком, который называется Ксиль, ты не просто потратишь время, это полбеды. Проблема состоит в том, что те доводы, которые ты скажешь, они будут перебраны и отумлены, затумлены, станут нечистыми. К ним отнесутся не просто с пренебрежением, а с презрением, и превратят их в что-то такое грязное, в насмешку и так далее. В этой ситуации с ним просто лучше не связываться, поскольку смысла не имеет. Но надо знать, кто относится к этому человеку, а кто нет. Но во всяком случае, Шлома Меллаху дает нам такой совет. Теперь. Это был Майалах, который нам дал Мальвю, этого пасука. Гаон Мивильна говорит, что этот пасук относится к тому, что было сказано раньше, в первом, втором, третьем, четвертом пасуке. А именно, там были сказаны три вещи, которые связаны с изучением Торы, то есть, тоф, ареф, вымаиль, добро, польза, это Майиль, и удовольствие. Три вещи, которые есть у человека от изучения Тора, и мы с вами немножко их разобрали. Он говорит, есть еще одна дополнительная вещь, которая называется хохма, мудрость. И это то, о чем говорится сейчас, что базниксель, Аль-Ти-Дабер. Не надо учить Тора. Там нам говорили, что не надо учить Тору, для того, чтобы это тебе была польза от этого, не надо учить Тора, чтобы ты получил от этого какой-то тоф, какую-то прибыль, и не надо учить Тора из удовольствия. Если вы помните, я на этом остановился, и еще раз останавливаюсь, останавливаюсь, что Агро написал в списке ошибок, которые могут возникнуть из понимания этого посука, что речь не идет, что если у человека сейчас есть Ецар-Гора, и он думает, как много я получу от того, что я выучу этот кусочек Тора, что ему не надо этот кусочек Тора учить. Безусловно, надо учить, но надо обратиться к Ирадшамаям, к боязни Всевышнего, книгам Мусара, которые рождают Ирад-Гашем, то есть страх перед Творцом, для того, чтобы учить не из-за митсвы изучения Торы, а не из-за того, что я получил от этого прибыль. Но ради прибыли в том или ином виде удовольствия, постижения и добра, которые из этого выйдет, только ради этого учить Тора неправильно, и надо постараться их переделать и учить ради Торы. Это мы уже обсудили. Теперь он добавляет еще одну вещь, что когда... Есть еще одна вещь, которая связана с тем, что не надо так учить Тору. То есть надо переделать и учить иначе. Не то, что я еще раз повторяю, не надо учить. Водой надо учить, но это сделать, чтобы учиться с другой кованой. Что это за вещь? Это вещь, когда ты преподаешь уже, не учишь, а преподаешь Тору, и вкладываешь его в уши человека, который ксиль, который глупец. Что такое глупец? Я не уверен, что для Гаона глупец, это тот глупец, который ксиль, тот ксиль, который у Мальбима. Это неоднозначно. У него есть другой комментарий на эту тему, но здесь он вообще не входит в это. И говорит, Потому что он будет пренебрегать разумом, и его разум будут давать отрицательные советы на основании той Тора, которую ты ему передал. Мехасарон идиотто из-за недостаток знаний о метат дворейха, истинности твоих слов. И здесь сказано, что до этого были три вида, из-за которых не надо учить Тора, они относились к ученику. Здесь, говорится, еще один вид, который относится не к ученику, а к учителю, к раву. Потому что три ступени, которые были сказаны раньше, они соответствуют Микабалю, тому, кто принимает Тору. Но хохма, не передать хохму кому-то, это уже относится не к Микабалю, не к принимающему, а к Нотену, а к дающему. Таким образом, есть еще одно ограничение, которое нам советует, дает Шлома Амеллах, говоря, что нельзя так учить Тору, надо изменить свой подход к изучению Тора. Если ты преподаешь Тору к силю, человеку, который из Тора делает, допустим, так, как объясняет Мальбим, который, Тайва которого приведет к тому, что он приведет Тору к пренебрежению, к презрению, и будет, наоборот, твои слова передавать таким образом, что это вызовет отрицательный вместо положительного эффекта, такое преподавание Торы неправильно. То есть, надо сделать какое-то другое, и преподавать другому человеку, другим способом, и так далее. Здесь есть такой момент, есть Гаон, который написан в Ктафьят, в рукописи Гаона, который не вошел в издание, и он говорит, что твоя мудрость не будет, не должна быть сказана в уши Ксиля, потому что они Ксилим, они Мивазим, они делают безайон, пренебрежение, презрение для слов Торы, потому что, почему? Потому что он Ксиль, я еще раз повторяю, он приводит слово Ксиль не так, как Мальбим, Ксиль для него это не человек, который идет на поводу своей Таевы, а Ксиль это глупец, который не в состоянии воспринять то, что ты ему даешь, он не видит, не понимает истинности твоих слов, поэтому те слова, которые, мудрости, которые ты ему говоришь, они для него будут непонятными, соответственно, он будет не просто пренегрегать, а презирать, потому что он будет видеть их неправильность, поскольку понять Эмес, родовар, он не в состоянии, соответственно, он понимает это неправильно, а если он понял неправильно, то он правильно понял, что то, что он понял, это глупость, поэтому ему будет казаться пренебрежение, пренебрегаема сама Тора это то, как Гаон учит этот пасук теперь я хочу перепрыгнуть чтобы как-то сравнить с другим местом в Мишле а именно, одну секундочку всего через пару глав в 26 главе есть еще один пасук который говорит пятый пасук говорит отвечай глупому по его глупости а то он будет мудр в глазах своих просто посмотрел русский перевод потому что на иврите это немножечко хотя, в общем, на самом деле очень близко я начал чуть раньше не отвечай глупцу с его глупостью по его глупости потому что тогда ты будешь такой же, как он в его глазах ты будешь выглядеть таким же дураком, как он отвечай мудрецу соответственно с его глупостью чтобы он не оказался мудрецом в своих глазах два пасука, которые в общем говорят почти противоположное Гаон объясняет что в Геморе в Шабате эти два пасука Гемора задает кушью с одного на другой и говорит, как же так с одной стороны написано отвечай глупцу с другой не отвечай глупцу как такое может быть отвечай глупцу по его глупости не отвечай глупцу по его глупости это два пасука, которые идут подряд Гемора отвечает что зависит от того о чем вы с ним говорите о Деврей Тора или о обычных вещах это ответ Геморы и на первый взгляд говорит Гаон что это непонятно что вот суким нету никакой разницы лошон абсолютно слова абсолютно те же отвечай глупцу не отвечай глупцу и не указано о каких вещах идет речь откуда Гемора взяла что в одном месте говорится о словах Тора а в другом месте говорится наоборот откуда мы можем так вот лихолек разделить эти два пасука отвечает на этот вопрос Гаон что Тируц Геморы объясняется в пасуке а Гемора только объясняет пасук а именно сказано не отвечай к силю по глупости для того чтобы ты не стал так же таким же как он а в другом месте отвечай к силю по его глупости для того чтобы ты был мудрый в его глазах Гемора объясняет что первый пасук говорит о том что если ты будешь отвечать ему то ты будешь таким же глупым как он соответственно речь идет о глупости к силе говорит про обычные какие-то свои слова вещи и говорит о каких-то глупостях задает тебе вопрос ты начинаешь ему отвечать он тебе говорит какую-то глупость да ваши локи неправильную вещь потому что к силе это тот человек который мивазе он хочет тебя презирать и говорит с тобой плохие вещи если ты ему ответишь таким же образом то есть ну грубо говоря дурак сам дурак от дурака слышу то ты станешь такой же как он поэтому здесь говорится он тебе говорит дурак а ты не отвечай но в месте где если ты ему ответишь то ты тестор его слова сделаешь противоположным его словам то есть а если ты не ответишь то он будет мудрый в своих глазах то есть он говорит о торе какую-то вещь которая неправильная ты не обращаешь на это внимания иногда очень хочется это делать и чаще всего в общем может быть это и правильно иногда так сделать потому что объяснить человеку ничего невозможно но получается что он в своих глазах он умный он победил тебе он дал какой-то аргумент который ты не можешь ответить и он был уверен что он победитель и тут сказано отвечай глупцу его глупости а именно аль кархеха волей-неволей ты должен сказать что здесь речь идет про слова торы поэтому сказано здесь про слова торы здесь про обычные слова и не отвечай глупцу по его глупости потому что даже внутри Талмедейха хамим не надо отвечать больше чем то что он сказал как сказано в геморе тот мудрец который сказал своему товарищу какую-то вещь не надо отвечать ему больше чем то о чем говорит этот товарищ а мудрец это мудрец то есть к силю глупцу даже соответствующую глупостью не надо отвечать чтобы не стать подобным ему если ты пришел с ним спорить но отвечай ему в его глупости словах торы не отвечай в соответствии с твоим разумом с твоими знаниями потому что тогда он пренебрежет этими знаниями они будут пренебрежены в его глазах как сказано в нашем пасуке то есть в 23 главе но ответь ему в соответствии с тем вопросом который он задает для того чтобы ты оказался мудрец в его глазах чтобы он сказал что чтобы он не подумал что ты не можешь ему ответить но не отвечай а только в соответствии с его уровнем а не в соответствии с твоим разумом потому что в соответствии с твоим разумом он не может этого понять если речь идет о Талмитхахами человек который учит Тора всю жизнь и понимает в чем смысл какого-то пасука Тора и тут приходит какой-то глупец который пытается из него поставить к ушью трудность которая является просто глупостью а не трудностью не ответить на это он решит что он правильно задал вопрос он всех посадил в лужу довольный будет до невозможности ладно довольный но уже он не сдвинется с этой глупости поэтому ты должен ответить речь идет в словах Торы но отвечай на уровни которые он может постичь и не больше не надо приводить ему аргументы которые ему покажутся совершенно непонятные и из-за этого он будет презирать твою умность решив что это глупость что ты не в состоянии объяснить потому что понять он этого не может поэтому ты должен научиться говорить таким образом на уровне которые он может понять таким образом Шлома Амелла учит нас нескольким вещам первое что человек не должен отвечать когда речь идет о какой-то глупости просто не реагировать на дурак сам дурак отвечать не надо второе что если речь идет о словах Торы который не ответит неправильно потому что у него останется ощущение что он понял Тору лучше чем ты и соответственно он знает почему не надо выполнять заповеди то ты должен ответить но отвечать надо на том уровне на котором задан вопрос то есть на уровне который этот глупец может постичь а не на уровне мудрости потому что когда ты говоришь на уровне мудрости то ему покажется что ты говоришь совершенно неверные вещи поскольку понятен их не может и он будет презирать Тору это совет который нам дает Шлома Амеллах для дискуссии с подобными людьми но это по Гаона Мивильна когда слово Ксиль переводится как глупец по Мальбиму когда слово Ксиль переводится как человек который не глупый но из-за своих того-то отрицающей мудрости то про это согласно Мальбиму ему не надо отвечать вообще потому что человек который уже решил что его Таева важнее чем мудрость Торы и в любом случае не отреагирует такие люди есть нельзя говорить что таких людей нету и что надо работать со всеми и так далее и так далее если ты знаешь что этот человек я сейчас не говорю детали как кого опознать и как делать анализ данного человека его КИЮ или каким-то другим образом этого я не знаю каким образом опознать но человек про которого ты понимаешь что он уже для себя все решил а ставьте ненужные споры я себе уже все доказал и лучше Тор могут быть только Таот которых еще не видал если у человека уже четко выработанная позиция то не надо тратить на это не время здесь не во времени проблема а в том что ты приведешь Тору к Безайону в обсуждении Тора с этим человеком поэтому тебе надо спокойно каким-то образом слинять от этого разговора это это два Магалаха которые идут в Мальбе Мегаон как вы видите немножечко разные Мегалхи продолжает Шлома Мелахи говорит не передвигай межи давний и в поля сирот не вторгайся шадо пашут как бы понятный аль тасек гвуль алам не надо лэгасик достигать постигать на гвулот на границе мира и на поле детей и тамим как и тамим по-русски это сирот не проходить через это поле объясняет Гаон что уже сказано в другом месте а именно в 22 главе аль таси гвулалам и там я это объяснил а здесь мы учим что здесь речь идет о другой теме теме которая называется гвуль аниим а именно граница бедняков в 22 главе одну секундочку в 22 главе написано так аль тасек гвуль алам не передвигай границы мира первая часть пасука совершенно дословно аширасова тейха который сделали твои отцы и объясняет здесь мальбим насколько я помню вот он говорит что это азгара это предупреждение уже сказано в хумаше в торе тора это митцвод заповеди которые даны нам всевышним книга мишли это не книга митцвод здесь нету как во всем нахи во всех пророках писаниях нет ни одной заповеди которая дается через пророка все заповеди надо через из маши митцвод если какой-то пророк придет и скажет новую митцву которой нету в хумаше в торе то это лжепророк если он отменяет одну из митцвот или если прибавляет одну из митцвот которой и нету в торе то это пророк который называется лжепророком его надо убивать За исключением ситуации, когда пророк имеет право на какое-то время, короткое, прибавить или убавить какую-то митцву, сказав, что это исходит из «эт лава дешем» и «фиру таратеха», «время служит Всевышнему, оставляя торы», то есть «ра-ча», указание на какое-то время, Всевышний может дать через пророка, касающийся отмена на это время, короткое, подчеркиваю, единовременно, какой-то митцвы или добавление какой-то вещи, которое связано именно с этим временем. Подобно тому, как Ильяо Ванави, пророк Ильяо, на горе Кармель приносит жертвоприношение после того, как жертвоприношения хуцми, кроме храмовой горы, кроме Бэтмикдаши, были запрещены. Здесь есть Махлокис, Рамбома и Тосфос. Рамбом считает, что Ильяо Ванави дал этот приказ принести жертвоприношение бытора-ра-ча, поскольку это было указание на один конкретный раз, но он это дал в пророчестве, потому что это ему поручил Всевышний. И это он дал бытор Нави, как пророк. Тосфос Ламадзе приводит этот тирус, тоже Тосфос, но кроме этого Тосфос приводит второй пируш, который говорит, что это указание Илья Ванави не дал в виде пророчества. Он это дал как мудрец Тора, а не как пророк, в виде того, что Тору можно для рача каким-то образом на один раз изменить какую-то вещь. Но это хатвами один раз, и то, что мог сделать Илья Ванави, обычно остальным не рекомендуется делать. Я обращаюсь к тем, кто меня сейчас слышит. Так вот, здесь написано, не передвигай границы этого мира. Спрашивает Мальбим, что как такое может быть написано, ведь это уже один раз сказано в Торе, где сказано Не передвигай межи границы твоего ближнего. А Ширгавлу Решони Банахалатейха, то, которое сделали те, кто были до тебя, они сделали в твоем деле. Поэтому, как может быть еще раз сказано, то же самое, только уже в Танахе. Улам, однако, там речь идет о том человеке, который переносит границу между своим полем и полем своего ближнего. А Шлома учит из этого, что не только нельзя переносить границу, но нельзя менять те грани, те границы, которые установили решением предыдущие, которые были до нас. Как, например, я помню, что мы об этом сравнительно недавно долго говорили, но надо напомнить. Мингагим, которые установили обычаи, которые установили предыдущие поколения. И я тогда говорил, что есть Мингаг и Мингаг. Есть Мингаг, который Мингаг Тойры, есть Мингаг, который Мингаг Штут, Мингаг глупости. Мы не говорим про Мингаг глупости, его можно отодвигать. Гвуль Алам, границы мира, здесь сказано, сковорит Раби Шимон Барайхай. Если ты видел Мингаг, который делали твои отцы, то не меняй его. Как, например, Авраам, который установил молитву Шахрис. Оставь эту молитву Шахрис, Мингаг Авраама Вина. Который делали твои отцы. И в тифре там, окей, в общем, это комментарии, которые мы недавно учили. Теперь вернемся к нашему посуку. Он говорит еще раз, не передвигай границы мира. Уже сказано, что не передвигай границы мира, это Мингагим, обычаи, которые установили наши предыдущие поколения, и там я это объяснил. Здесь учатся по вопросам, связанные с Гвулям Аниим, с тем, что сказано о границах бедняков. И также объясняется в Сифра, Паршат Котшем, что здесь говорится про человека, который ворует. Это три митвы, которые на поле богатого человека остаются для человека, хозяин поля должен оставить бедняку. Лекет, это если он собирает снопы, то во время сбора снопов, если два колоска у него не попали в руку, то он должен их оставить для бедняков вне снопа. Пэ, это край поля, который остается неубранным. Шехеха, если он убирал свои снопы с поля и один сноп оставил, то он должен его оставить на месте и не забирать, чтобы он остался бедняку. И это мусак, это объяснение понятия гвуль-границы, который сотер, то, что если ты это убираешь, то это сотер разрушает мусак мира. То есть гвуль-граница, это то, что есть у каждого и каждого, и не конкретная граница, которая есть у всего мира. Поэтому здесь не сказано гвуль-раэха, здесь сказано не граница ближнего, а граница всего мира. Но есть разница, которая относится ко всему миру, что это какая-то граница, которая относится для всех бедняков во всем мире, а именно, чтобы им оставляли какие-то подарки, какие-то вещи. И здесь нам дается дополнительное предостережение, кроме заповеди Лекарши Хаопе, у нас дается дополнительная асгара, которая дошла Мамелых, чтобы человек не нарушал этой заповеди, чтобы он не пришел. И кроме этого добавляется, не ходи по полю, которое принадлежит Итамим, которое принадлежит Сиротам. И не скажи, что вот они слабенькие, они не смогут пойти в суд и судиться со мной, поэтому я буду здесь находиться. Это объяснение, которое дает Мальбим. Я попробую за несколько минут прочитать Гагро, потому что не хочется остаться в середине пасука. Гаон Мивиль научит, что здесь сказано, в Геморе сказано, что это относится к Лекиту. То есть он идет по тому же, пока, по тому же комментарий, по которому Мальбим, только он приводит Гемору, который я, к сожалению, не могу сейчас процитировать, поскольку у меня нет времени. Но есть Гемора в Иршалме, в трактате ПФ, в Бавле такой Геморы нет, которая говорит, что что сказано, не нарушай гвуль-алам, законов этого мира, границ этого мира. Говорит Раби Ирми и Раф-Йосеф, что о чем идет речь? Один говорит, что не нарушай тех границ, которые дал Всевышним, тем, кто вышел из Египта и разделил землю Израиля перед ним. Другой говорит, что речь идет о тех, у кого были, была земля, но они ердуми на Хосейхам, они обеднели. И Медраша Танхума говорит, что гвуль-алам, граница мира, это гвуль-олим, тех, кто возвышается. Говорит Акодыш Барагу, я сделал вас великими, поднял вас, а их бедными, я же могу изменить все это. Поэтому не нарушай тех границ, которые остановил в этом мире, вы поднялись, они опустились, делись с ними, давай им, мотаноты не увеним, подарки беднякам, иначе все изменится. Это граница, которая установлена миром, говорит Гаон, что это установлено Торой. Тора установила, сколько и чего, сколько может быть, нет, это зависит от мудрецы, сколько и кому-то должен давать. И здесь сказано, не нарушай границ этого мира. Окей, это геморрой Решалми, ее приводит Гаон, немножко расшифровав то, что сказал Мальби. Дополнительная часть пасука. На полях и томим, бедняков, не проходи, потому что запрещено идти по полю своего товарища. На самом деле, ни тома, обычного, ни сироты, обычного человека, у него есть поле, я не имею права проходить через его поле. Но с остальными людьми можно договориться, они могут простить тебя, если ты это сделал, ты попросил прощения, они разрешили, они простили. И томим, это маленькие дети, которые не достигли возраста бармитцева, и у них Тора не дала им возможности прощать. То есть, простить это некий киньян, я продаю тебе что-то, я продаю тебе возможность это делать, продаю за даром, в качестве подарка. И томим не могут дать такой подарок, поэтому даже если они прощают, то это прощение не засчитано. Поэтому тебя предупреждает отдельно Шлома Амеллах, что несмотря на то, что заповедь Торы запрещает тебе ходить по любому поводу, по любому полю. Но здесь тебе дается дополнительная вещь. Поле и томим, оно более хамурное, оно более тяжелое, потому что в нем нет возможности, чтобы хозяева тебя простили. Поэтому не ходи по этому полю. Вот. Спасибо. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok